вот мы начинаем объект здесь будет такой же магазинчик размеры у него 5 на 6 метров и высоту 3 метра м а а а а а и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 19 августа 2020 года, вчера 18-го. Мы закончили сварку трех фирм на крышу магазинчика. Вот сегодня с утра мы поставили периметр, отметили. Сейчас мы его засверлим и заварим, прихватим этот периметр. И начнем на этот периметр ставить стоечки и связывать, делать контур каркаса. Потом этот контур каркаса будем связывать фирмами, стоечками и скорее всего делать деревянную обвязку, для того, чтобы крепить потом пароизоляцию. Вот на сегодня у нас задача это выставить стоечки и сделать контур каркаса хотя бы. Это план минимум. План максимум это сделать контур каркаса, выставить стоечки и приварить фирмы. Магазинчик вот этот, который сейчас стоит, он пузатый получился. Поэтому здесь посередине там сужение идет. Но как можно обратить, наша палочка не сильно кривая, а позатый магазинчик. Вот мы сделали периметр. И теперь будем ставить стоечки. Стоечки мы будем ставить на вот такие распорочки. То есть сначала приварим с одной стороны распорку, с другой стороны распорку под углом 45 градусов примерно. Потом поставим столбик, найдем уровень, схватим эти стоечки на столбики по уровню уже, когда он будет стоять. Прихватим внизу столбик, приварим и так оставим, пока весь каркас не будет сварен. Камк... Нет. Нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот мы поставили стоечки и обрезали по высотам, учитывая уклон. Все, сейчас будем ставить балочки с двух сторон сверху на эти столбики, а потом промежуточные врезать между этими балочками. Мы сегодня продолжаем нашу работу по постройке металлокаркаса. Сегодня мы уже кинули фермочки и сейчас будем ставить стойки на фронтоне и на рейере. И, возможно, если успеем, сделаем коробушку впереди для обшивки водостока. И... И что здесь? Задние стойки... А, задний стойк сказал, уголки. Ну, это... В пределах нереального. Если сегодня не успеем, то завтра их будем приваривать. Уголки для деревяшек. Ну, и красить потом. Если успеем, за завтра. И мы сегодня к этим фермам добавляем вот эти раскосины, кресты. Вот эти добавили. Сейчас переставили вот эту стойку, как просил заказчик, там на пару сантиметров. И сейчас будем вот эту линию, вот эти обрезочки, что мы приварили, чуть-чуть опустим. И сделаем одну линию. Потом от этой линии будем варить каркас для короба. Ну, и, наверное, сегодня это будет все. И приварили еще одну трубку с этой стороны. 60 на 30. 60, чтобы первую волну, чтобы первую волну профиста на нее закидывать. Вот отсюда закинем первый лист, вот в первую волну. И отсюда пойдем, 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 пойдем к каркасу. К этому. И здесь мы сделаем потом стык уже в конце. Видно будет, как она совместится. Приварили весь каркас к этому каркасу. Вот где петелька есть, выступают металлические части, туда прицепили его, чтобы он не болтался. Вот пока раскосинки. Пока мы весь каркас не закончим сварку. Вот эти раскосины мы пока не отрезаем. Потом, как закончим, тогда и отрежем. И сегодня мы что сделали? Это прежде всего мы сегодня сделали вот этот короб наверху. Вот этот короб наверху мы сделали. Для вот этих панелей фасадных этот каркас сделали. И сделали еще вот эту заднюю сторону каркаса, металлокаркаса. Потом после того, как мы сделали каркас, мы начали крепить уголки для стяжек деревянных уголочек. Вверху еще не прикрепили. Это мы прикрепим сегодня. И надеюсь, что мы успеем покрасить этот каркас. Если мы сегодня его покрасим, останется работа еще на 2 дня, где-то 2-3 максимум. Работаем, не торопясь. Но в темпе. Красочка для каркаса будет такая вот пэфочка. Уголки приваливаем просто на 4 прихватки. И все. Оттого достаточно. Крыша получилась очень прочная, мощная. Профлист будет лежать крепко на ней. Как сделаем, так покажу, что у нас получилось сегодня с уголками. И потом дальше тоже буду фиксировать. Приступили к покраске. И прежде чем покрасить этот каркас, приходится протирать тряпочкой. Железо приходить. Потому что много жира здесь. Трубы смазаны отработкой. И краска нормально не ложится. Ну и нельзя ложить на такую краску. Поэтому необходимо проходить и убирать хотя бы отработку. В принципе, каркас будет обшит. И вода туда попадать не будет. Но все равно защитный слой покраски желателен. Поэтому наносим его. И перед покраской протираем каркас от отработки. Мы сегодня приступаем к обкрутке каркаса. Деревянными брусками для будущего монтажа пароизоляции. Для утепления. И для будущей обкрутки листами. Бруски тут 60 на 40. Строганную. И они стоят на внешнюю сторону. Ровно по каркасу. А внутреннюю сторону они выглядывают на 1 см. Получается. Это как раз будет хватать для воздушной прослойки. Бруски скрепятся в 3 линии. Для чего мы и наварили эти уголки. Продолжение следует... 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 Закреплена труба, специальное крепление к стене, а на крыше она врезана в вороночку. Теперь вся вода будет уходить в этот рукав, в этот слив. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...